МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 поляне, как живому существу. В общей сложности, когда он привезет в Ясные поляне около 60 лет. Но где бы он находился? Не находился, где бы он уже. Здесь, в Казань, в Катвазе, в Севастополе, в Веселопурге, и в Москве он всегда встретился в Ясных поляне, в Беликую Сердцу в Ясных. И там, в Танцове, в Ясные поляне, 28 августа в 1828 году. И потом, в Сушите, Танцове, читатель в 1828 счастлива. И когда Танцове начнет изучать математику, он обнаружит, что число 28 отнесется в категории гармонических чисел. И, конечно, Танцове покинет Ясные поляне в ночь на 28 октября 1910 года. На 50-й поляне Танцове пришлось всего лишь 10 дней. Он двигался в Ясных поляне, в 20-м году, в 20-м году поставил Стивен, чтобы он, как всегда, на вечном дне остался. Толстой родился в Ясных поляне в семье графа Николая Ильича Акспова и врождённый в Нижнемайне народе Волконского, четвёртым времёнком. Родился в большой двухэтажном дворе. В 1854 году, находясь в новодельной службе в Севастополе, Толстой, к сожалению, програлся после долгих мучений и колебаний. Толстой родился в Севастополе, и на самом опасном участке Севастопольской обороны в 4-м гостеводе. Толстой был молодым человеком, его поддерживали все молодые люди, такими упорами. Естественно, эти генеративницы шли, играли в карты, и однажды в Севастополе играли пять тысяч рублей, и его срочно было необходимо фактически карточный долг. Кроме того, Толстой был срочно не обратил деньги на издание «Солдатство из карты». И Толстой, мучаясь за качество столичных Талибана, все равно пишет письмо своему даруному розыскому граждану Владимиру Петровичу Толстому, которое в то время исполняло вязанность управляющего, всякое, с просьбой продать по решению первых этажных дом в Ясной Поляне. И этот прекрасный первых этажных дом, центральная часть большого дома Владимир Александровича была подана на сквозь, за 20 верст от Ясной Поляне соседнему водящему в село Долгое. И, конечно, Толстой будет доставать по тому дому, в котором он родился, и провелся политические годы. И в 1898 году Толстой подозрит неравенную достатке, в 70 лет, и он попросит своего, наверное, с первого своих биографов, федерации Ниенко совершил поездку село Долгое и посмотреть на этот дом, в котором он родился. И, действительно, они совершили поездку и, слава Богу, успели застать жилых хозяина этого дома и сделать несколько кадров. Так что, у нас есть изображение дома, который он у нас родился. Прекрасный дом, в стереотипе первой четверти XIX века. И во втором собственном институте они сказали, что он родился. И Толстой оказывал вершину одной действенниц. Один родился, который он посадил в приезде еще раз историю в 1896 году и говорил, что там на вершине этой лестницы это лестница в детстве она оказалась в домах и там лежит в диване я родился. И в детстве Валярина Толстой и его братья в детстве играли замечательные игры. И, пожалуй, самым такой невероятно оригинальной и необычной была игра Марина Братова. Мы играли зеленую палочку. Именно я с Валярина Толстой однажды услышал эту прекрасную легенду Иисус в детстве свое именем Владимиром Брага Николай Николаевича или Оленьки также был студентом вашего университета и математического факультета. Однажды познакомились на здание в старом запасе на краю Абрага, возле дороги. И вот тот, кто найдет эту палочку, однажды сообщил Никольника своим братьям, сможет очистить всех людей. Люди все станут правильными братьями, будут жить в любви, радость и собрать семье, не будут никогда болеть и сердцем с другом, когда узнают из третьего общего счастья на весне зелёной палочки. Никольника правит умы. И да, она сделала все эти счастливые, чтобы она была естественной. Но в Духовском это единственная легенда очаровательной восстановленности, скандальность стала глубочайшим на осознанном смыслом. Как взрослые эти счастливы, как жизнь без насилия, любви, гармонии, чтобы никто не боял, если никто не счастлив. И потом, после перелома мировоззрения, Толстой в Ясной поляне напишет целый ряд своих произведений, ключевым мотивом которых будет тема ненасилия, тема непротивления злу насилиям, тема всеобщего счастья. И в трактате «В чём моей веры» Толстой даже выведет формулу счастья. Он придумает, изобретёт необходимые условия счастья. Собственно, то, о чём когда-то ему, пятилетнему Лёвочке, рассказал его брат Николенька, как сделать всех людей счастливыми эту прекрасную тайну, написанную на зелёной палочке. К сожалению, Толстой, как вы, наверное, знаете, рано лишается своих родителей. Толстому не было двух лет, когда умирает его мать Мария Николаевна в Ясной поляне. И Толстой, конечно, её плохо физически помнил, но сохранился духовный образ. Толстой говорил, я молился её душе, и эта молитва всегда помогала мне. Толстой прекрасно помнил своего отца, потому что Толстому было девять лет, когда внезапно в Туле среди белого дня падает замертво его отец. И вот после этого начинается другой неяснополянский период в жизни Толстого, его братьев и сестры Марии. Потому что Толстой будет некоторое время жить со своей бабушкой, отцом в Москве. Потом Толстой переедет сюда, в Казань, и будет здесь учиться. Но отовсюду, как я уже говорила, Толстой будет стремиться в Ясную Поляну. И как только по разделу имущества между братьями и сестрой Толстыми Ясная Поляна достается Льву Николаевичу, как самому младшему из детей Толстых, он немедленно отсюда, из Казани, отправляется к себе в родовое поместье Волконских Толстых. И там начинает новую жизнь. То есть Толстой приезжает здесь, в Казань, он начинает вести дневник. А в Ясную Поляну он уже приезжает с целым планом самосовершенствования. И не только совершенствования физического, умственного, но совершенствования духовного, интеллектуального. Толстой хочет достичь средней степени совершенства в живописи и музыке. Он хочет изучить курс математики, сельского хозяйства. Толстой интересуется лесоводством и мечтает, так сказать, подготовить целую реформу разведения лесов в России. И вот с такими невероятными грандиозными планами Толстой прибывает в Ясную Поляну. И одна из самых первых задач – это улучшение жизни его крепостных крестьян. А их было в то время в Ясной Поляне и в прилегающих к ней деревнях 330 душ мужеского полу. И вот о том, как сложится деятельность Толстого, молодого помещика, который пытается улучшить жизнь своих крепостных, он опишет в утре помещика. И вот, конечно, в Дмитрии Нехлюдове мы узнаем Льва Николаевича Толстого и попытки реформирования, улучшения жизни яснополянских мужиков. В это время Толстой пытается и заниматься, бурно заниматься хозяйственной деятельностью. Он продолжает увеличивать посадки яблоневых садов в Ясной Поляне. Известно, что первые яблоневые сады в Ясной Поляне были посажены еще его дедом, князем Николаем Сергеевичем Волконским. Толстой, начиная заниматься посадками яблонь еще в конце 40-х годов, уже к концу жизни яблоневые сады достигнут, как они и сейчас, 40 гектаров территории усадьбы. А вся территория усадьбы свыше 460 гектаров. Толстой помечтает покупать японских свиней, не может успокоиться, пока он не купил этих японских свиней. Он хочет построить винокуренный завод. Он разводит пчел и всерьез увлекается жизнью пчел, читает необходимую литературу. И в личной библиотеке Толстого сохраняются специальные и периодические издания на французском, английском, немецком языках и жизни пчел и по другим разделам сельского хозяйства. Но потом Толстой на какое-то время разочаровывается в хозяйственной деятельности и пытается посвятить себя в Ясной Поляне деятельности педагогической. И в левом флигеле бывшего большого трехэтажного дома Толстой открывает школу для крестьянских детей. И каждое утро на крыльце Толстого ждали 40 мальчиков и девочек из деревни Ясная Поляна. Толстой проводил с ними все дни. Он с ними гулял. Он занимался гимнастикой. Он рассказывал им невероятные истории. Он читал с ними книги. Кроме того, Толстой нанимал специальных профессиональных учителей, которые давали уроки в Яснополянской школе. Он понимал в это время, что ему крайне необходимы дополнительные знания по педагогике, по системе образования. И поэтому он отправляется в путешествие по странам Западной Европы, чтобы познакомиться с делом постановки народного образования и воспитания в европейских странах. Толстой посещает школы в Германии. Он встречается во Франции, в Швейцарии, в Италии. Он встречается с известными педагогами. Он приезжает в Лондон, где проводит 16 дней и встречается с Герценом. Но главное, конечно, и обсуждая с Герценом целый ряд вопросов, но самое главное, конечно, для него это система образовательная, система образования, народного образования в британской столице. И Толстой появляется в департаменте образования в Лондоне и просит инспектора по образованию Мэтью Арнольда, который, кроме того, очень хороший поэт и который буквально через два десятилетия напишет о Толстом целый ряд статей, просит рекомендацию, чтобы ему дали рекомендацию для посещения одной из английских школ. И Толстой получает рекомендацию для посещения практической школы Святого Марка в Челси. Толстой туда приходит в марте 1861 года, появляется на уроке и просит мальчиков 3-го класса B, чтобы они написали ему сочинение «Как я провел сегодняшнее утро». «Как я провел сегодняшнее утро». И школьники аккуратно начали писать для господина из России свои сочинения. Некоторые, а их было всего 24, некоторые подробно описывали, что они делали. Кто-то играл в мраморные кубики, кто-то подробно описывает свой завтрак, кто-то рассказывает, что по дороге в школу он засмотрелся на какую-то сцену полицейского и прохожего, поэтому опоздал на урок. То есть, прежде всего, эти наивные сочинения школьников 3-го класса B, школы Святого Марка в Лондоне, потрясли Толстого своей искренностью, своей простотой. И Толстой аккуратно собрал эти сочинения, эти 24 эссе, и взял их с собой в Ясную Поляну. И до сих пор в рукописном фонде Толстого хранятся 24 сочинения английских школьников. Должна сказать, что Толстой разочаровался в системе западноевропейского образования и воспитания, что считал, что там невероятно строгая дисциплина, что муштра, что школьники запуганы. И поэтому Толстой, учитывая, по его мнению, негативный опыт школ Западной Европы, приезжает в Ясную Поляну с еще большим энтузиазмом. В Ясной Поляне начинает заниматься делом образования крестьянских детей. Кроме того, он привозит из Германии учителя Келлера, других наиболее интересных педагогов он находит в России. И кроме Яснополянской школы Толстой открывает 21 школу в окрестностях Ясной Поляны. Это было совершенно неожиданно, необычно для того времени. И, естественно, на Толстого обращали внимание, кто с восхищением, кто с негодованием, кто с величайшей критикой, не считая, что Толстой талантливый педагог. Но Толстой привез не только опыт системы образования в Европе, он еще в Лондоне, в Кенсингтонском музее закупил, это музей, теперь он называется музей Виктории и Альберта, он закупил очень много учебных пособий и учебников. И вот эти учебники он привезет и будет использовать в своей системе образования. Школа Толстого, прежде всего, она была бесплатная. То есть на уроке царила абсолютно свободная атмосфера. Дети могли в любой части урока задать своему учителю вопрос. Царила атмосфера любви. И о том, как дети относились к своему учителю, потом будут писать его бывшие ученики, такие как Морозов. И потом сохранились рисунки. Один из рисунков так и назывался «Милый человек Лев Николаевич». То есть, но, к сожалению, в отсутствии Толстого, в Ясную Поляну, как я уже говорила, что все-таки школа, не только школа Яснополянская, но школы, которые были открыты в округе, вызывали, все это вызывало большое подозрение и сомнение. В отсутствии Толстого, тем более, что Толстой только что вернулся из Англии, где встречался с Герценом, политическим ссыльным, и он каждый день бывал у Герцена, в отсутствии Толстого в Ясную Поляну нагрянула полиция. Жандармы и жандармы в поисках как бы тайной типографии, потому что знали, что Толстой открыл издательство, педагогический журнал «Ясная Поляна», и в этом журнале Толстой печатал не только свои собственные педагогические статьи и статьи наиболее интересных, прогрессивных для того времени педагогов, но также сочинение своих яснополянских учеников. И одна статья Толстого так и называлась, кому у кого учиться писать – крестьянским ребятам у нас или нам, у крестьянских ребят. И, конечно, это тоже было очень необычно. А вдруг Толстой устроил какую-то подпольную типографию и тиражирует какие-то антиправительственные, может быть, листовки. Забрасывали сети в большой яснополянский пруд. Прибежали, так сказать, полиция и жандармы, вошли в кабинет Толстого. Но у Толстого, и начали осматривать, что у него в кабинете, у Толстого была очень умная горничная. И перед тем, видя, что полиция направляется в кабинет Толстого, а у Толстого на письменном столе лежит экземпляр колокола Герцена, горничная схватила этот экземпляр и быстро бросила в канаву. Толстой был спасен. Но, тем не менее, когда Толстой вернулся в Ясную Поляну и узнал, что без него в его отсутствии был произведен обыск, он был настолько, вы, наверное, представляете, Толстой человек страстный, эмоциональный, порывистый. И когда Толстой узнал, что это произошло, он был возмущен невероятно. И на некоторое время Толстой решает уехать из России и собирается переселиться в Англию, и просит даже знакомых, чтобы они там навели какие-то подготовили рекомендации, чтобы и приобрести там дом, и переехать туда. Но потом Толстой женится. Происходит счастливое событие в его жизни. 23 сентября 1862 года в Москве, в Кремлевской церкви Рождества Богородицы, происходит венчание 304-летнего графа Льва Николаевича Толстого и юной 18-летней Софьи Андреевне Берс. Почему венчание происходит в Москве, в Кремлевской церкви Рождества Богородицы? Дело в том, что отец Софьи Андреевны был лейб-медиком и служил в том госпитале, который находился на территории Кремля. Мы все знаем, что в это время двор находится в Санкт-Петербурге, и на территории Кремля располагаются монастырии, располагаются больницы, госпитали, всякие конторы. И вот поскольку отец Софьи Андреевны служит лейб-медиком, то, естественно, венчание происходит в Московской церкви Рождества Богородицы. Но немедленно после венчания молодые отправляются в Ясную Поляну. И начинается новый этап в жизни Толстого. Толстой, уже женатый человек, рядом с ним его юная жена, в которую он бесконечно влюблен, он не знает, что делать. Он говорит, неужели это... Соня в одном он пишет, неужели это все закончится просто жизнью? Я так тебя люблю, неужели это закончится просто жизнью? И Толстой, эта невероятная любовь к своей юной жене перевешивает его увлечения педагогической деятельностью. И, к сожалению, яснополянских учеников, яснополянских крестьянских детей школа закрывается. Школа закрывается в Ясной Поляне, но ненадолго. В 70-е годы Толстой вновь возвращается в педагогической деятельности. И теперь уже школа будет располагаться в одной из комнат дома Толстого. И в 70-е годы в Ясной Поляне Толстой будет работать над азбукой, над книгами для чтения. То есть от практики Толстой переходит к теории. Он будет писать не только учебники, но и книги для чтения, и рассказы для азбуки. А в деле преподавания, воспитания в 70-е годы Толстому будет помогать его жена Софья Андреевна, и будут помогать даже его старшие дети. Потом школа из дома Толстого переедет в другое место. Она будет находиться на деревне, она будет находиться, если кто из вас бывал в Ясной Поляне, около башенъезда, небольшой каменки. То есть педагогический интерес никогда на протяжении всей долгой 82-летней жизни не иссякнет. И вот именно вся эта педагогическая деятельность разворачивалась в Ясной Поляне. И Толстому, к Толстому будут приходить школьники, потом уже, когда Толстому будет 80-81 год, к Толстому будут приходить школьники из Тулы, и Толстой будет обращаться к ним. И это обращение будет записано на фонографе Томаса Эдисона. Потому что все-таки Толстой из немногих людей, можно сказать, 19 века, чей голос у нас сохранился на веках. Потому что Толстой продиктовал фонограф запись, хотя он весьма скептически относился к цивилизации, к достижениям цивилизации, но все-таки по просьбе близких, по просьбе друзей и поклонникам своего творчества Толстой наговорил фонограф, и в частности обращение к тульским школьникам, которые однажды 800 школьников из Тулы пришли посетить Толстого. И вот период семейного счастья совпадает с написанием романа эпопеи «Война и мир». Андрей Сергеевич Кучебеев уже говорил, что действительно сначала после встречи с своим дальним родственником, князем Сергеем Григорьевичем Волконским во Флоренции, Толстой был настолько потрясен этой встречей, что он начинает работать над повестью «Декапристы». Но потом Толстой понимает, что нужно вернуться все-таки, наверное, к молодости главного героя Петра Лобазова, и Петр Лобазов становится Пьером, и Толстой начинает писать эпопею «Война и мир». И большая часть эпопеи, я не рискну называть это романом, потому что Толстой, как мы помним, сказал, что «Война и мир» – это не роман, еще менее поэмы, еще менее хроника. То есть будем называть «Война и мир» эпопеей. И большая часть этой эпопеи была написана в Ясной Поляне, и вот в том кабинете, в комнате под сводами, которую Толстой выберет в качестве его своего кабинета по возвращению в Ясную Поляну после Крымской войны в 1856 году. Можете себе представить, как тяжело было возвращаться Толстому в Ясную Поляну в 1856 году, когда он знал, что он вернется в усадьбу, и там уже нет того дома, в котором он родился и провел свое детство. Дом, который связан с его именем, с именем его деда, князя Николая Сергеевича Волконского, с именем его родителей, с его собственным детством. Тем более, что своему деду, князю Николаю Сергеевичу Волконскому, который был строителем Ясной Поляны, он пытался подражать, даже топать ногами, как Толстой сам писал. И однажды, по возвращении в Ясную Поляну, еще накануне жених бина Софьи Андреевны Толстой, он написал, что вышел на балкон и представил, а если бы был дом, а если бы был жив дед. То есть Толстой всю жизнь вспоминал о том периоде, когда в Ясной Поляне существовал этот дом, о том периоде, когда строительством Яснополянского ансамбля занимался его дед, князь Николай Сергеевич Волконский. И вот чтобы, наверное, все это воскресить, Толстой в эпопее «Война и мир» вернется к этому, и его предки станут героями эпопеи. И не случайно в образе старого князя Волконского мы узнаем деда Толстого, князя Николая Сергеевича Волконского, Екатерининского вельможу, который занимал высокое положение при двое Екатерины II, о котором Толстой писал умный, гордый, даровитый. И вот как раз жизнь князя Николая Сергеевича Волконского, когда он при Павле попадает в опалу и поселяется в Ясной Поляне со своей единственной дочью Марьей Николаевной, будущей матерью писателя, Толстой и воскресит, попытается воскресить на страницах эпопеи «Война и мир». А вот в образе другого героя войны и мира, старого графа Ростова, гостеприимного, бесшабашного, невероятно доброго, мы узнаем другого деда Толстого, деда Толстого по отцовской линии, графа Илью Андреевича Толстого. Его имя не связано с Ясной Поляной, но Толстой рассказывал, это имя больше связано с вашим городом, с Казанью, но, конечно, Толстой прекрасно знал все о своем деде по линии отца и воспоминаниях, на страницах воспоминаний, которые Толстой потом напишет, он подробно пишет о Илье Андреевиче Толстом. И во время написания эпопеи «Война и мир», конечно, большую помощь ему оказывает в этой работе его жена Софья Андреевна. И если его предки стали героями эпопеи и по линии матери, и по линии отца, то какие-то черты его жены Софьи Андреевны Толстой мы узнаем Наташи Ростовой, потому что Толстой сказал, я взял Соню, перетолок ее с Таней, и вышла Наташа. Конечно, главным прототипом Наташи Ростовой послужила своя отчетница Толстого, родная сестра Софьи Андреевны Толстой и Татьяна Андреевна Кузьминская. «Война и мир» сделала Толстого, если повесть детства, если севастопольские рассказы принесут Толстому славу самого первого писателя России, то «Война и мир» сделает Толстого писателя с европейским именем, потому что с этого времени Толстого начинают перевозить на европейские языки, и Толстой становится писателем номер один в России и знаменитым русским писателем в Европе. И Толстой получает огромные гонорары, Толстой получает такие гонорары, о которых Достоевский, наверное, только мог бы мечтать. И поэтому Толстой в эти годы хочет быть аристократом по происхождению, он хочет быть помещиком своей любимой Ясной Поляне и писателем по своему таланту. И он покупает новые имения, конечно, предполагая жить только в Ясной Поляне, Толстой приобретает новые имения. И вот здесь в конце 60-х годов появляются уже первые признаки будущего духовного кризиса Толстого, который Толстой впервые испытает в Арзамасе, и который в полной мере разразится уже в Ясной Поляне в конце 70-х, начале 80-х годов. И часто спрашивают, почему, почему, что произошло, почему Толстой, почему произошел этот кризис? У Толстого, казалось бы, есть все. У него есть милое сердце Ясная Поляна, его альтер-эго. У него, он богат, у него самые большие гонорары в России, он покупает новые имения, у него прекрасная молодая жена, у него много детей. Что же еще нужно? И Толстой думает, и какой смысл все это имеет, как потом Толстой напишет в Исповеди, в трактате «В чем моя вера», в других религиозных и философских сочинениях, какой смысл все это имеет, если это легко может быть разрушено смертью? И Толстой пытается найти тогда такой смысл жизни, который ни в коем случае не может быть разрушен смертью. И Толстой читает философию Востока, философию Запада, он читает древних религиозных проповедников, философов, современных. И все-таки на основе Нагорной проповеди, на основе Евангелия от Матфея, Толстой в Ясной Поляне выстраивает свою новую религиозную доктрину, новое религиозное учение. Надо сказать, что Толстой пытался рационализировать крестьянство, и поэтому Евангелие от Матфея у Толстого был любимым. Знаете, почему? Потому что я считала, что Евангелие от Матфея – это наименее мистическое Евангелие. И вот на некоторых заповедях Нагорной проповеди Толстой строит свое новое религиозное учение. И вот оттуда, из Ясной Поляны, Толстой будет проповедовать непротивление, гражданское неповиновение, всеобщую любовь, братство. И вот эта проповедь Толстого удивительным образом привлечет к себе внимание не только в России, но и во всем мире. И Толстой находит примеры так называемого практического христианства и в Европе, и в Индии, и, главным образом, в Северной Америке, и в Англии, где образуются колонии, толстовские колонии, основанные на толстовских принципах. А в Ясной Поляны в это время становится настоящей меккой, потому что туда устремляются последователи Толстого, поклонники, и люди, которые интересуются не только сочинениями толстого художника, но им интересна и проповедь Толстого как религиозного философа. И вот в Ясной Поляне огромное количество посетителей, в Ясной Поляне огромное количество привозится со станции Козлова засека писем. Толстой получает до 30-30 писем в день. Причем, можете себе представить, что письма из Англии доходили в Ясную Поляну за два дня, а из Нейорка, вот я смотрю на конверты, за неделю. Вот мы об этом сегодня можем только мечтать. В Ясную Поляну стремляются люди самых разных социальных слоев, известные политические деятели. Так, например, в 1903 году в Ясную Поляну приезжает Уильям Дженнис Брайан, американский сенатор от партии демократов. В это время он кандидат в президенты и он проводит с Толстой много времени. Он записывает каждое слово Толстого, он совершает с ним поездки. И несмотря на тот факт, что Уильям Дженнис Брайан должен был встретиться с нашим густарим императором Николаем II в Зимнем дворце, он хочет, он настолько под влиянием Толстого, его личности, что он за станции Козлова засека, что в двух верстах от Ясной Поляны посылает в Зимний дворец срочную телеграмму, чтобы Николай II отменил аудиенцию, отложил ее. И он еще три дня наслаждался общением с Толстым. Толстой желал ему успеха в его президентской кампании. Но, к сожалению, он, по-моему, два раза баллотировался, но президентом ему не удалось стать. Но, тем не менее, он написал книжку «Under other flags» под другими флагами. И экземпляр этой книги прислал Толстому. И одна из глав этой книги, я советую вам ее почитать, называется «The Apostle of Love», «Апостол любви». Она о Толстом. В 1886 году в Ясную Поляну приезжает первый американский журналист Джордж Кеннон, который потом организует National Geographic в Америке, и который избраздил, изъездил все бескрайние просторы Российской империи. И вот он был первый из тех, кто проинтервьюировал Толстого. И Джордж Кеннон привез из Сибири, из которой он возвращался в Центральную Россию и посетил Толстого, просьбу от политических ссыльных, которые просили, чтобы Толстой возвысил свой голос за них. Толстой сказал, поскольку они хотят проповедовать насилие, я не могу им ничем помочь, потому что я проповедую не насилие. А книгу Джорджа Кеннона «Сибири ссылка» «Siberian exile». Она послужила Толстого в написании третьего романа Толстого «Воскресенье». Надо сказать, что Толстого просили, чтобы он из Ясной Поляны посылал воззвание ко многим конгрессам мира. Толстой это немедленно делал и в Лондоне, и в Стокгольме. А когда американцы развязали войну с Испанией за Филиппины, то член Верховного суда Соединенных Штатов Монтагю Леверсон обратился к Толстому, потому что многие в Америке так хотели, чтобы Америка оставалась все-таки изоляционистскую политику вела, чтобы Толстой возвысил голос против тех людей, которые развязывают эту войну. И Толстой написал немедленно, откликнулся и написал статью «Две войны». Вот так Толстой откликался на все события и на все просьбы людей самых разных общественных слоев, кто бы к нему ни обращался. Если страдали духоборы, Толстой объявлял компанию и собирал огромные средства, чтобы духоборов, которые также исповедовали непротивление, пацифизм, вегетарианство, чтобы их переселить в Канаду. и за 10 дней до смерти Толстой покидает Ясную Поляну, но Толстой, видимо, он не мог находиться долго вдали от Ясной Поляны, и поэтому на этой никому неизвестной, богом забытой станции Остапова Толстой умрет по старому стилю 7 ноября 2010 года, и вот на этих кадрах вы видите, как Софья Андреевна пытается заглядывать в окно той комнаты, где Толстой в течение 4 дней по новому стилю в ноябре 2010 года будет умирать. И вот оттуда со станции Козлова-Засека гроб с телом Толстого будет привезен в Ясную Поляну, где на месте Зеленой Палочки Толстой навсегда упокоится. Пожалуйста, я завершаю по времени уже свое выступление. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Попрошу за лекцию. Можно ли сказать, что бегство Толстого Ясной Поляны это бегство от себя, без Ясной Поляны альтернативной? Это в чем-то, да, наверное, в какой-то степени и бегство от себя. Но, понимаете, Толстой не смог прожить все-таки больше 10 лет, 10 дней без Ясной Поляны. Нет, но главным образом, конечно, Толстой хотел привести, ведь попыток уйти из Ясной Поляны было несколько. И Толстой много раз пытался это совершить, потом причиной была Софья Андреевна. Он считал, что оставаться в Ясной Поляне это его крест. Но Толстого так часто упрекали, что он проповедует одно, что 30 лет он в своих религиозных, философских сочинениях, публицистике пишет и проповедует одно, а продолжает оставаться в роскоши. Хотя, когда вы приезжаете в Ясную Поляну, вы увидите, что это роскошь относительная. Но, тем не менее, Толстой часто в этом упрекали, и потом Толстой в последние годы был невероятно, чувствовал себя несчастливым. И, как мы все знаем, что в Ясной Поляне существовало две правды. Была правда Льва Толстого, была правда Софья Андреевна, потому что Софья Андреевна много раз повторяла, что если бы она была моложе, то она бы последовала за Левочкой немедленно. не только о Левочке, но о моих детях, уже о моих детях и даже внуках, я не могу это сделать. А Толстой отказывается от копирайта, от авторских прав. Толстой отказывается от собственности и ничем уже не владеет в последние годы. Конечно, это вызывало некоторое напряжение в семье и пытаясь освободиться от всего. И от того Льва Толстого, наверное, который не мог сделать этот решительный шаг, Толстой в ночь на 28 октября уходит из Ясной Поляны. Да, вы знаете, Толстой за два года до своей смерти Толстой попросил, чтобы порхонить Ясной Поляне на краю оврага возле дороги на месте зеленой палочки. И чтобы там не было ни креста, ни камня с надписью. Так что, конечно, очень многие даже приходят иногда в Ясную Поляну, в дом Волконского, в кабинет директора просит, мол, как же так? Ну, крест-то можно поставить? Понимаете, как можно нарушить волю Толстого? И то, что там нет ни надписи, ни камня с надписью, понимаете, вот эта удивительная простота и поэтичность, она трогает до слез. И не случайно Стефан Свейк, когда в 28-м году приехал в Ясную Поляну, он сказал, что это самая поэтическая могила в мире. И вот эти деревья, которые окружают могилу, понимаете, это, знаете, как какой-то такой храм природы, как такие своеобразные колонны. Нет, это невероятно трогательно, это потрясает, сильнее, мне кажется, всех памятников и монументов. Вот эта удивительная простота. Есть ли еще вопросы? Отношения Толстого с церковью? Нет, но отношения Толстого с церковью были чрезвычайно сложные. Толстой, естественно, отошел, он отошел, Толстой не признавал никакую официальную религию, ни христианство, ни другие мировые религии. И Толстого, конечно, привлекали все вот такие неформальные течения, которые образовывались в мире. Он всячески старался их поддержать, вот те же духоворы. Это же также люди, которые были по отношению к православной церкви диссидентами. Что касается Толстого, то Толстой уже с 15 лет перестал носить крест и некоторое время он носил на груди медальон с изображением Руссо. И Толстой находился очень долго и, наверное, на протяжении всей своей жизни под влиянием Руссо. Но был период, когда Толстой, вообще, наверное, вот исповедь Константина Левина, когда Константину Левину накануне венчания нужно было вдруг и вдруг как же исти в облонске, как же нужно исповедаться, нужно получить благословение. И вот я думаю, что Толстой, наверное, примерно то же самое, через то же самое проходил, когда в отношении православной церкви, в отношении всех обрядов. Но ведь был период накануне кризиса, духовного кризиса Толстого, когда Толстой пытался быть очень строго православным, когда Толстой соблюдал все посты, когда он бывал на причастии, когда он посещал Троице-Сергиеву Лавру, Киево-Печерскую Лавру, когда он постоянно ездил в Обсину-Пустынь, семь раз он бывал в Обсиной-Пустыне и встречался со знаменитыми старцами Обсиной-Пустыни, в частности с старцем Амвросием. То есть Толстой пытался быть православным, но, вероятно, Толстой в то же время понимал, что это не его путь. И Толстой, потому что он пытался рационализировать христианство, Толстой нужно, чтобы тот вопрос, который он задает, он получал точный ответ. И если он не мог получить ответа, что есть Троица, Толстой не хотел вникать в сущность этого догмата. И Толстой, поэтому он пишет в соединении перевод четырех Евангелий. Толстой, он хочет прочитать Библию в оригинале, и к нему приглашается Равин Минор, который дает ему уроки древнееврейского. Толстой пытается вникнуть и до всего дойти сам. И поэтому, я же подчеркиваю, что Евангелие от Матфея у Толстого было любимое. Толстому это было понятно, потому что считал, что там меньше всего мистики по сравнению с другими. И Толстой встречался, понимаете, Толстой встречался со многими иерархами церкви, и до того, как он был отлучен от церкви, и до духовного кризиса, и после. И к Толстому приезжал тульский епископ Парфини и Толстой. И Толстой терпимо относился к тем людям, которые продолжали оставаться православными. Его жена Софья Андреевна, которая продолжала оставаться православной верующей, и в ее комнате, если вы приедете в Ясную Поляну, вы увидите иконы, чудотворные иконы Спаса Вседержителя, которая принадлежала ко многим поколениям Толстых. И когда Толстой шел по деревне и видел, что в окно видел, что какая-то старуха, которая не отличалась особо благочестивым поведением в юности и в молодости, и вдруг видит, как она бьет поклон и молится, как хорошо, какая она молодец. То есть Толстой считал, что верующим быть лучше, чем неверующим, но у каждого, что называется, дорога к храму своя, и у Толстого она была своя. Неформальная религия, совершенно неформальная вера. Спасибо вам. Я хотела вас пригласить всех в Ясную Поляну. Приезжайте к нам, потому что у нас есть прекрасная музейная гостиница, где вы можете остановиться. Кроме того, у нас масса интересных программ. У нас конференция «Толстой. Мировая литература», в которой иногда в порядке исключения у нас участвуют и студенты, и аспиранты. У нас семинар переводчиков. Если кто-то из вас занимается теорией или практикой перевода, то, пожалуйста, я провожу ежегодный семинар переводчиков. Толстого и других русских классиков. И целый ряд других конференций. Пожалуйста, посещайте наш сайт, и мы всегда рады видеть студентов, аспирантов, магистрантов и, конечно, преподавателей Казанского университета в Ясной Поляне, потому что для нас вы очень родные и близкие люди. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.